а путь сюда начинался так и зрители зима наступила кто смотрит канал давно помнит вот эти летние съемки тут автобан пылища грязище так бегу я на ту сторону и вот видите нихера не изменилось то есть так вот он камень асфальта нет ну льдом залито зато классно новая технология камень заливается водой и это будет дорога с низким сцеплением да ой блин и вот это все херачит видите вот вся короче реконструкция это вот положили вот эти вот плиты все на этом все но вырубили кучу деревьев снесли трамвайные пути нарыли канав вот и все это фантастически путинская эпоха эта эпоха фантастического вранья фантастического варья да просто если раньше ответит джип за джипом блин если раньше нужно было отвечать да пусть не было такого количества джипов но были нормальные дороги нормальные бляха инфраструктурные в городах всякие дела сейчас нихера и вот не понимаю гробить вот такой лексус вот поэтому это надо быть ну или так деньги легко достаются людям что они их вообще не ценят скорее всего конечно вору ворованы просто ну подумайте сами да как надо пахать чтобы заработать на 60 70 тысяч баксов аппаратец и потом его убивать вот здесь ну ладно я топаю в лес захотелось не проветриться ух тут вместо нормальных ой блин раньше была лесенка это лесенку все вывернули сломали прыгайте вот так вот страдайте угробили деревья все которые пыль собирали зеленый делали кислород в общем вот она лесенка вот она вот она видеть реконструкция то есть изгадить сделать вообще не это самое недоступным для нормального проживания вот это все путинизм и те кто говорит о том что вы охренели вы идиоты тех людей сажать затыкать им рты и так далее короче выживать из страны а страну превратить в помойку вот прислали сообщение что вчера в питер пришло судно груженное обедненным радиоактивным ураном значит на типа на переработку то есть уже культурная столица становится культурной помойкой теперь то есть куда еще дальше ехать не знаю кому что непонятно еще река конечно удивляет ну 25 градусные морозы уже были ночами 20 градусный днем но еще не замерзла еще держится и особо так шансов перейти на другой берег не искупавшись практически нет вот я к сожалению заработался и иду обычно в это время обратно мы уже идем бывает даже раньше но тут я просто вышел на прогулку костра сегодня не будет наверно чисто подышать воздухом устал я от городов от этих сумасшедших соскучился по тайге там вообще где глубина промойна здоровенные это все обманчиво якобы лед тут он тоненький любой момент может квакнуться пока что еще не стал ли не факт что он встанет потому что явно теплее все таки вот я дошел до места где свежие следы заканчиваю и кстати даже вот собаки лисы он видно следы не рискуют переходить потому что ну еще еще все опасно двигаюсь я по подмытому берегу ой блин цепляюсь рюкзаком двигаюсь дальше тут опять идет и на снегоходе вот это свежая кстати заезжали но не куда-то звуку заезжали тут идет пешеход мне навстречу кругами 4 ну я вот ухожу по тропе дальше я тут был в октябре крайние разы когда только замерзать начала в конце октября а после снега не был после большого здесь такая же зимняя сказка тоже кажущаяся якобы покрытая льдом и снегом ну снег свежий сегодняшний припорошенная коварная поверхность льда но на самом деле вон он тает трескается разламывается но красиво и людей никому людям это не интересно вот кто-то снегоход пытался тропу торить дорогу то смыло дорога была здесь и и все смыло и я так маленько народу сегодня с утра прошло на снежком все припорошен минус 8 градусов поэтому даже руки не мерзнут ветра нет не характерно не характерно тепло собаки водят с той стороны с деревни на кого не будет день вы чем-то напоминают московских кренделей тоже воют на луну сидя на заднице я имею ввиду про звук правде поймите меня правильно не хочу обидеть нормальных людей вменяемых живущих москве но есть там и не вменяемыми на этой неделе один доставал группа городских сумасшедших ну это другой разговор ладно сумасшедших не вспоминаем вот я уже у кедрача ободранные он шишки все с него птички собрали и не только птички наверно и осталось совсем немного две минутки завернуть спуститься найти свое место ну эти две минутки я на ходу прям и сниму хотя хочется подойти кедрачу отзади следы свежие посидеть но честно говоря я слегонца подмерз ноги потому что в лесу похолоднее чем в городе тут наверно 12 есть они 8 и проголодался странно все таки калорий свежий воздух поэтому я сейчас там у лагеря вроде следы спущусь проверю свой костер что там не сломали ли что осталось может даже разведу костерок деревья так нависает спиливать надо ветки пени уже совсем за те 10 11 лет что сюда хожу и сяк за 11 12 пойдет уже скоро так здесь вот аккуратно потому что обрывистый берег камни ну здесь тоже не замерзла журчит себе можно было даже искупаться знал бы ну ладно купание не собирался зайцы бегали он за ними собаки лисы так это я уже вот я уже вышел на припай ну тут относительно мелко ага туда и двойной ли здесь я могу спокойно ходить а вот там где основной течение того поглубже чуть-чуть не будем испытывать судьбу пошли лагерь да кто-то шарохался облюбовали мое место кроме зайцев хотя человеческих следов не видно но это явно что зайцы прям бегали по кастрюх да ну не верю все на месте до засыпала конечно души она не бревна тут тоже все на кто-то был сожгли все что было но тем не менее вот стены остались даже еще не промерзли камни попробую сейчас пожечь надо его слегка так в рабочий вид привести а то тут камни все на месте а ну вон бревна есть не сгорели что-то осталось так что нормалек просто чтоб когда таять начнет чтобы в этой водой не заливал жалко поэтому лишний снег сгрести лопаты нет ну ладно все располагаюсь на костер пожигу я все таки бревно тут далеко как она подмерзла не переворачивается ну ладно чайку сейчас хлебну термосе без этого никак без комфорта никуда сидуху я не взял ну ладно сегодня без нее подушку сидушка час у меня есть еще повеселиться тем кто смотрит мой канал достаточно давно тем конечно уже про меня много известно да этот в курсе моих таежных навыков зимних приключений ну а кто недавно присоединяйтесь вот 15 минут я потратил сделал из хвороста костерок то есть кто смотрит вы в курсе да что тут эта река соответственно у реки тут куча вывала было по осени приходил а сегодня все-таки зима уже и этот вываленный лес то есть он уже высох подмерз идеальное топливо поэтому проблем быстренько сваять костерок нет плюс у меня заначка вот бревно я еще осенью пилил вот я его сейчас во снеговой вытащил припер сюда и она уже в деле бумага сырел она и на попробуй не хоть так и ночь в третий раз придется отдельно зажигать пока я тут собирал минут десять она лежала на нее нападал немного снега зажигалка не самый удобный источник огня зимой когда минус 15 они начинают подмерзать все зажигалки но тем не менее народу никого не было у моего костра потому что вы даже палочки целы которыми я тут мясо жарил если опять же кто помнит набрал вот тут его его которая моментально горит плюс еще ясень ясень сыроват потому что его только а его вот она прям вот ветки лучше конечно это делать перчатках то есть но она сухая абсолютно то есть маленькие на растопку и при этом не трухлявая никакая то есть вполне себе достойный дрова то есть набираем чтоб потом не бегать за каждой вперед выложили слоями под низ толстые бревнышки положил чтобы когда тает снег не горелкой то есть падают угли падали они на бревнышки они в снег не тухли и сейчас костерок 10 минут и будет полыхать и нужно бревна подкидывать у меня задача большой костер делать нет кипятить чай там чай в термосе просто для для кайфу хочется огня потому что прийти в лес и огонь не зажечь это как-то под совсем по городскому ну и место надо протопить чтобы ставил снег лишний после этих потопов всех снегопадов уже три снегопада было поэтому пушистый такой нам не нужен пусть прогорает чтобы видно было ямку потому что есть еще дальше засыпать начнешь ее потом просто искать мутор ну а тут у меня картошечка мундире чай шоколадка все готово сажусь размышляю жизнь вот куртка пока лежал сколько нанесли до нужны гвозди конечно крутится ну тут у меня столик я откопал камушки не видны вот это бревно которое говорю но но поменьше тоже от плен и то есть полный комфорт когда ты приходишь на свое место вы простите что руки дрожат бегал быстро суетился потому что тормозить нельзя то есть пришел костер развести максимально быстро надо не затягивая первое костер все остальное потом даже в туалет возможно потом мысли кстати хорошая да надо это самое освободить мочевой пузырь отлично от сработанного ну вот он радует и сразу солнышко веселее все сейчас кто-нибудь придет птички какие-нибудь зверьки жизнь жизнь закипела когда кипит жизнь сразу вокруг нее масса всех чай меня необычный смородины черный сверху и с лимонником лимонник ну кто знает кому присылали в подарок я присылал в курсе что это такое то есть вот заварена ли она лимонника и смородина черная тонизирует супер и согревается ребенка просто зимний чай такой мы по поводу наших людей до которые стремятся в большие города столицы которые бросают свою настоящую родину немалую настоящих найти ну одно дело стремиться там для чего-то а другое дело свалить придать вот это все ну и забыть как страшный сон у меня честно говоря таких людях мнение просто простой предатель и сволочи кончены негодяи поэтому и они точно также продадут будут продавать и дальше всех и все поэтому это как бы мой жизненный опыт это не какая-то там логика потому что даже вот был такой артист кто уже не помнит михаил ульянов вот он раз два года в свою родную деревню на урале он приезжал там к старикам прочее прочее устраивал грандиозную пьянку вся деревня потом неделю и кала родственников все ну вот человек действительно вроде до уехал в москву достиг высот но он не забывает подавляющее большинство которые вот возят как я уже начинал радиоактивные отходы и прочее это нежить просто это то есть для них это родина это ничего вообще пустое место вся эта природа все эти вот чистые реки это только возможность делать деньги засрать загадить и прочее прочее и как они не любят не любят вспоминать этот факт биографии что они где-то родились там не в столице господи и вот это вот дикая красота полной энергии полная просто гармонии полная вот звуков каких прекрасных она она вдохновляет когда ты живешь с ней владу доступен ей то есть я вот сегодня просто меня выдергнула подняло прям и я даже нож не успел взять понесло сюда потому что идеальная погода упускать вот эту энергетику прям ну рискну я ладно сейчас смертельный номер если она поплывет я просто да нет крепкий вроде ну конечно рискован я весь упор на колено делать вот эту энергетику эту чистоту ну как ее можно выпускать это вот то что внутри нас снаружи мы твои есть если у людей внутри помойка то они все вокруг себя превращают помойку с улыбочками со слащавыми с манерками и прочее там нет матерное письмо вчера прислали типа друзья московские друзья вы там этот канал смотрите вы такие же друзья как волк зайцу товарищ сейчас зимнем лесу да и денег у вас нет нищеброды московские денег то у вас тоже нет поэтому ладно в общем рад что кусочек вот этой лесной чистоты вот этого первого дня декабря полного снега гармонии до вас попытался донести и рад что вы посмотрели и что вы напишите какие-то комменты может выберетесь тоже куда-то красоте то есть руки вообще не мерзнут это вот приток энергии ну покраснела ну сказать что она там замерзла от воды потому что сейчас вот искупаться 50 грамм полотенчика и у костра навернуть еще мясца блин мило дело ну как бы товарищи моих покосила на этом пути как говорится всех стариков даже уже в будете никому не осталось я один ребята поэтому пока так вот можно еще сдвинуться и все то есть вот что я говорил угольки там внизу вот палочки стоят угольки на них падают они начинают летний огонь сам не затухает ветра нет все идеальных мне надо прогреть камни вот эти вот все с вами был юрич дальний восторг комсомольск на море удачи всем хорошего настроения и всегда помните мы партизаны да мы русские люди были наше дело права и люди которые россии населяют не обязательно русские русские по духу мы эту нечисть победим без вопросов чтобы она как бы она не пряталась маскировалась так далее удачи всем хорошим